ребята всем большой привет сегодня я решил для вас записать одно очень полезное видео оно будет полезно у кого кашель и так далее значит вначале хочу предысторию так по быстренькому в общем то у моей жены она сейчас опять приболела и в прошлом году она была серьезно заболела вот она заболела и у нее очень долго сохранялся кашель причем такой очень жуткий кашель из пор вот она время от времени вечером так чуть-чуть бывает подкашливать пару раз а тут она опять приболел у нее начал кашель усиливаться а мы тут недавно перебирали мамины тетрадочки там со всяким интересным со всякими полезными штуками и наткнулись на рецепт это вот типа вот как вы говорите как это болтушка или как вот только тут исключительно надо правильно ингредиенты добавлять уже проверили мы но во первых он раньше был проверен потому что ну как бы мы про него просто забыли а это советский рецепт советских времен вот и он очень эффективен даже если застарел и кашель там вот любой тип кашля очень моментально вот она помогает просто замечательное средство вот у меня уже пятый день жена пьет мы решили попробовать нашли этот рецепт наткнулись и она вообще практически не кашляет то есть просто такое облегчение ну вот с утра бывает там уже одну поскольку она все равно что-то если есть какое-то воспаление что должно отходить время от времени там мокрота какая-то вот но ночью вообще никакого кашля нет просто вообще она хорошо дышать легко все в общем ей очень понравился поэтому я хочу поскольку все равно делаю думаю за одну и вам покажу будет очень полезно рецепт для многих все натуральное никаких не таблеток ничего все очень просто и хорошо для этого нам понадобится какие ингредиенты значит масло сливочное сразу скажу что мало ли кто не знает с сливочное масло считается ну не поймите неправильно что эту тучу или так далее но я знаю что некоторые люди могут этого не знать что сливочное масло начинается процент значит жирности от 82 с половиной все что ниже это уже спред это уже не сливочное масло то есть минимум восемьдесят два с половиной процента именно вот это называется сливочное масло то что ниже она только называется масло но и масло называться не должно дальше значит нам понадобится сливочное масло мед потом нам понадобится сода сода кстати у меня вот мы заказываем из америки это чистая сода но и добывается из содового озера путем выпаривания А та сода, которая у нас в магазинах стоит, она химическая сода. Она как бы там из этих... В общем, не буду углубляться, она получается химическим путем. Вот, а эта чистая, просто выпаривание из содовых озер. Поэтому я предпочитаю такую. Вот, кому интересно, можете найти ее на Айхер. Вот, потом нам понадобится йод, молоко, забыл, наверное, с него и надо было начинать, и желток яйца. Вот, и сейчас мы постепенно будем делать, и я вам покажу, как это все происходит. Все очень быстро, просто, кстати, очень вкусно пьется, очень легко. И, в общем, рецепт просто замечательный, я думаю, вам всем очень понравится. Давайте начнем. Вот, молока наливайте неполную кружку, то есть, ну, примерно нужен стакан молока, тут больше, чем стакан в этой кружке, поэтому... И я до конца не доливаю где-то чуть больше половины, потому что все остальные ингредиенты нам надо будет по столовой ложке. Ну, не всех ингредиентов, но, в общем, сейчас поймете. Одного вот меда, масла надо будет по столовой ложке, и это хорошо, ну, здорово объем вытеснит. Поэтому, чтобы у вас в притыкни ничего не оказалось, что не хватит места, именно возьмите тару побольше и до конца не доливайте. Ну, в общем, стакан примерно нужен. Вот, все пропорции на стакан молока. Сейчас я его поставлю, его поставлю в стакан в микроволновку. Молоко вообще его идеально было бы прокипятить, но мы тут на скорую руку. В микроволновке, конечно, нежелательно бы. Я вам уже говорил, что на микроволновке это очень вредно. Ну, жена только с работы пришла, уже где-то полдвенадцатого, и завтра опять на работу вставать, поэтому некогда тут баловаться. Вот, ставлю в микроволновку. Вот, ребят, молоко уже разогрелось, и мы добавляем масло. Сразу хочу сказать, последовательность, или еще раз напомнить, последовательность очень важна. То есть, именно в определенной последовательности, так, как я вам покажу. Значит, вначале мы размешиваем столовую ложку масла. Как следует ее размешиваем. Первый ингредиент. Это у нас сливочное масло. Вот, ребят, масло мы как следует уже размешали полностью. И следующий ингредиент. Это у нас столовая ложка меда. Теперь, как следует, размешиваем его. Все, ребят, мед я размешал. Теперь нам нужно соды. Соды нам нужно на кончике ложечки, или же на кончике ножа. И тоже теперь частично размешиваем. Ингредиент. Это нам нужен желток яйца. Сейчас мы его отделим от белка и добавим. Вот, ребят, отделили. Тут его сразу можно чуть-чуть болтать, чтобы размять его, так сказать. Все, добавляем. Все. И начинаем тоже перемешивать тщательно. Вот, ребят. И последний наш ингредиент. Это капля йода. Вообще по рецепту идет 2-3. Но поскольку мы не один день уже балуемся, то я добавляю 1 капельку. Все. И тщательно размешиваем. Йода не бойтесь. Ничего с вами не будет. Ну, если, конечно, у вас нету какого-нибудь гипертиреоза и так далее. В общем, если все в порядке с щитовидкой, то можете смело капать. Ничего не будет. Вот, в общем-то, наш напиток готов. Это очень вкусно. Это не противно, ничего. И это очень хорошо помогает. Вот. Так что попробуйте обязательно. Я думаю, вам очень понравится его эффект. И вы будете еще не раз к нему возвращаться. Всем большое спасибо. Всем желаю крепкого здоровья. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал, если вы не подписались. В общем, всем большой привет. Пока.